У вас сильно потеют ноги? Возможно, это грибок? Хотите попробовать новое средство? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, смотрите видео до конца. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». На коже человека в обычном состоянии всегда находятся разные микроорганизмы, в том числе и грибки. При некоторых обстоятельствах создаются условия для активного их размножения, что и проявляется грибковым поражением кожи и ногтей. Если начать лечить сразу, то возможно быстро добиться хорошего эффекта. Состояние кожи нормализуется, ногти станут снова ровными и блестящими. Как проявляется грибок на ногах? Стопы являются одним из мест, где грибок особенно любит поселяться. Сначала может поражаться только одна нога, потом процесс становится двусторонним. Тогда возникает следующее. Ноги сильно потеют, они постоянно влажны. Возникает неприятный запах, поскольку при сильной потливости начинают размножаться микробы, выделяющие аромат при своей жизнедеятельности. Беспокоит сильный, порой нестерпимый зуд, раздражение. Кожа становится сухой и истонченной, а местами сухой и грубой. Выражена гиперемия некоторых участков, а также отечность и инфильтрация. Происходит шелушение и появляются изменения отеков цвета кожи, появляются разного размера пузырьки. Возникают эрозии и трещины, в запущенных случаях все сочится и шелушится. Отмечается боль при ходьбе, затруднение передвижений. Возможно присоединение вторичного нагноения. Вместе с поражением кожи страдают и ногти, они становятся сухими и ломкими, очень толстыми, деформированными, нарушается их цвет и структура. При подозрении на грибок необходимо использовать противогрибковые средства, рекомендуемые народной и официальной медициной. Нам на просторах интернета попался один немного оригинальный рецепт, которым мы хотим поделиться с вами. Что это за средства? Для борьбы с грибками используется сернокислая магнезия, которая применяется в медицине в качестве вещества, снимающего спазмы и напряжения, уменьшающего артериальное давление, обладающее желчегонным и слабительным эффектом. По своей химической структуре это соль металла магния и серной кислоты. Его противогрибковая активность, по-видимому, обусловлена непосредственным воздействием вещества на грибковые клетки. Как применять? Автор рекомендует использовать при начинающемся грибке 2-3 пачки порошка по 30 граммов, а при запущенных формах по 5-6 пачек. Для приготовления необходимой концентрации в тазик наливают небольшое количество горячей воды, добавляют в нее магнезию. Когда порошок растворится, опускают ноги. Воды должно быть столько, чтобы все стопы были ей покрыты. Температура воды желательно около 50 градусов. Процедура продолжается 15 минут. За это время необходимо двигать в тазике ногами, пальцами, чтобы площадь соприкосновения с активным раствором была максимальной. После окончания проведения ванночки с магнезией ноги надо высушить на воздухе, не вытирая, и надеть чистые хлопчатобумажные носки. Такие ванночки надо принимать на ночь, чтобы стопы не подвергались нагрузке и не потели. Проводить подобное лечение следует каждый вечер до достижения эффекта. Обычно это 10-15 процедур. Особенностями метода является полное отсутствие противопоказаний, абсолютная безвредность, хорошая переносимость и, как утверждают авторы, высокая эффективность. Вы можете попробовать, если грибки поселились на ваших ногах. Купить можно магнезию без рецепта в любом количестве в каждой аптеке. Мы будем рады, если этот рецепт вам поможет избавиться от грибка стопы.